Районный этап увлекательного проекта «Властелин села» прошел в минувший уикенд в Агрогородке Синьки. Семья, одержавшая победу, уже совсем скоро представит наш район в области. Самые яркие моменты смотрите в следующем сюжете. 8 июня площадка возле Дома культуры Агрогородка Синьки стала большим сельским подворьем. На протяжении всего дня там негде было упасть яблоку. Столько собралось участников, их друзей и родных, а также зрителей, пришедших посмотреть на самые трудолюбивые, талантливые и красивые семьи сельской местности. Сначала участники рассказали о себе, позже угощали вкусными и изысканными угощениями на своих подворьях. Жюри, в свою очередь, оценивало творческий подход и командный дух конкурсантов. Чтобы стать властелином села, никакие трудности не помеха, отмечают участники. Наша семья вообще, если считать с момента первой встречи, уже чуть больше 12 лет, вы вместе. В браке 7 лет. В браке 7, вот в июле будет 7 лет в браке, свадьба была. Двое детей, одному 6, другой 4. Один в школу пойдет, другой в садик еще ходит. Нам предложили поучаствовать в конкурсе. Мы согласились, так как нам нравятся вот эти все культурно-массовые мероприятия. Весело, тем более для детей хорошо, и новое знакомство. Каждый год участвуем в новогоднем украшении, дворовой территории, дома на Новый год. Занимаем призовые места. Ничего сложного нету, главное не волноваться и не торопиться. Все семьи достойные соперники, каждый готовился, каждый старался. Укрепление семейных традиций и преемственности поколений, традиции белорусской деревни, а также стимулирование молодых семей, ведущих приусадебное хозяйство – основные цели нынешнего конкурса «Властелин села». Если вкратце говорить о семьях, то жизнь каждой – целый мир, увлекательный, наполненный нелегким трудом и счастливыми минутами семейного отдыха. Нашей семье всего 4 года, у нас есть сын, ему 3, мы проживаем и родились сами в Залесье. На данный момент я работаю заведующей Дома культуры в Залесье, Амусь. В городе Смаргон неподалеку, у нас тройки мастером. Конкурс у нас не первый, такого плана, скажем, первый конкурс, а так мы как бы постоянно участвуем везде. Мы готовились несколько недель, готовились, вроде и со всеми этапами тренировались, но все равно, наверное, где-то разволновались. Конкуренты у нас очень сильные. Жесткая конкуренция. Да, это опыт на следующий раз какой-то перенять в каких-то эстафетах. Участникам конкурса по традиции пришлось пройти ряд испытаний на ловкость, мастерство и силу. Все состязания были позаимствованы из повседневной сельской жизни. Пройти их нужно было с максимальной скоростью. Призеров определяли по итогам всех конкурсов. Как отметили организаторы и болельщики, мероприятие получилось зрелищным и увлекательным. Я болела за команду «Пешкур» и «Синьков», потому что я сама из «Синьков». Мне понравился конкурс, когда участники рубили бревна. Моя семья тоже пару лет назад участвовала в конкурсе «Ластерин села», и мы заняли первое место. Поэтому я понимаю, как было сложно готовиться к конкурсу и участвовать. Все семьи достойны победы, конкуренция была сложная. Праздник удался на славу, было классно и весело. Титул «Властелин села» по праву получила семья «Пешкур». Анастасия и Виктор работают в КСУП «Синьки». Дружные супруги поедут защищать честь района на областном этапе. Пожелаем им удачи. Я родом из Новогрудка. «Синьки» стала для меня вторым домом. Я здесь обрела любимого мужа и родила ребенка. Живем уже практически 4 года вместе. Познакомились на работе. Самый сложный был конкурс для нас – это визитка. И долго доготовились. Организация помогала, клуб помогал, сельсовет помогал. Все, кто у нас в Сингахе, все помогали. Жители тоже помогали. Соседи помогали, поддерживали. Семья – это все благополучие. Верность, доброта. Верить друг друга, поддерживать постоянно – это самое важное в семье. Вовремя всегда уметь вступить друг к другу. Любим очень сильно работать на своей земле и любим свою родину. Будем усиленно готовиться, чтобы представить наш район в область.